Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на девятой кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом. Каждая семья. Простые подвиги простых людей. О наших земляках, геройски защищавших Родину. Проект Аллея Героев. Вайсер Владимир Зельманович. Гвардии младший сержант. Командир танка Т-34 1-го Украинского фронта. До войны учился в горно-металлургическом техникуме Биробиджана. Жил в общежитии техникума Иудязи. На улице Обозный завод в доме 12. Окончил курсы танкистов. 20 декабря 1943 года при обороне станции Чиповичи Житомирской области проявил отвагу и героизм в бою в составе танковой роты против 30 танков противника. Танк Вайсера был дважды подожжен. Он под огнем лично сам тушил танк и снова продолжал бой. Точными выстрелами Вайсер подбил два танка «Пантера» и уничтожил более взвода солдат. Танк был разбит и третий раз загорелся. Командир башни был ранен, а сам Вайсер убит и сгорел вместе с танком. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 августа 1944 года младшему лейтенанту Вайсеру Владимиру Зельмановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Дорошенко Тимофей Тихонович, помощник командира взвода 203-го гвардейского стрелкового полка, гвардии сержант, жил и работал в селе Николаевка. В ночь на 21 сентября 1943 года гвардии сержант Дорошенко на подручных средствах во главе взвода переправился через Днепр в районе села Теремцы Киевской области. Стремительно наступая под огнем противника, переправился через реку Припять, проник в тыл врага. 23 сентября отбил две контратаки противника. За участие в этих боях 16 октября 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После войны демобилизован. Награжден Орденом Ленина, Орденом Красной Звезды, медалями. Простые подвиги простых людей. О наших земляках, геройски защищавших Родину. Проект «Аллея Героев». Министерство просвещения совместно с общественным телевидением России начинает образовательный проект. Дорогие старшеклассники, сегодня непростое время, но тем не менее нужно учиться. Главное сейчас подготовиться к сдаче экзаменов. Мы вместе с общественным телевидением России организуем подготовку к сдаче экзаменов. Лучшие учителя, лучшие методисты будут читать вам уроки. Это позволит всем, кто не имеет доступа к хорошему интернету, получить качественное образование. С 27 апреля по будням с 9 до 12 часов будут проходить видео-уроки для учеников 9 и 11 классов по ключевым школьным предметам. Моя школа онлайн. На общественном телевидении России. Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на 9-й кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом. Каждая семья. Смотрите в выпуске. Второй этап идет полным ходом. К волонтерскому корпусу проекта ЕАО «Территория действий» присоединились депутаты законодательного собрания, сотрудники регионального правительства и представители ОНФ. Работа в плановом режиме, но с ограничениями. Главврач онкологического диспансера ЕАО Елена Басова рассказала о режиме работы поликлиники в условиях карантина. Полная изоляция. Специальные защитные противовирусные костюмы стали использовать сотрудники скорой медицинской помощи в ЕАО. Более 72 миллионов рублей получит ЕАО на организацию питания учащихся первых-четвертых классов. Средства выделены из федерального бюджета согласно поручению президента России Владимира Путина. На страже учебного процесса глава области Ростислав Гольштейн предложил Наталье Кузьминой стать независимым экспертом в области образования. Ряды волонтеров пополнили депутаты законодательного собрания региона в рамках акции 60+, инициированные временно исполняющим обязанности главы региона Ростиславом Гольштейном. Во время первого этапа проекта ЕАО «Территория действий» областные парламентарии раздавали наборы в районах автономии. Теперь их задача – вручить бесплатные продукты жителям областного центра. Я с хорошим настроением. Почему? Потому что очень приветливые, доброжелательные люди, благодарные люди. Мы им желаем здоровья, мы их просим о том, чтобы они нарушали режим самоизоляции. Они относятся к этому с пониманием, и в ответ мы тоже слышим хорошие, добрые слова. Народные избранники признались – волонтерский труд нелегок. Еще бы. В руках пакеты с продуктами, посетить нужно несколько адресов, да еще и подниматься по этажам. Но несмотря на трудности, желающих помочь становится больше. Конечно, волонтерский корпус сегодня растет, ширится, и это здорово, это правильно. Это значит, что люди неравнодушны ко всем тем социально значимым явлениям, которые сегодня происходят в России, в мире в целом, ну и в частности на территории нашей области. Вот такие волонтерские проекты в первую очередь показывают о том, что все-таки люди не закрываются, что люди готовы сплотиться перед любой опасностью, перед любой угрозой. Большинство людей встретили волонтеров, которыми также стали представители правительства региона и ОНФ, вполне приветливо. Некоторые не поскупились в ответ высказать слова благодарности. Иногда добровольцам приходится выступить и в роли консультантов. Вопросы задают, интересуются, рассказываем сразу. А кто вы? А почему пришли именно ко мне? А от кого это продукты? Ну вот такие, ну, житейские вопросы, на которые, конечно, находится всегда ответ. Волонтером может стать каждый. Главное – не состоять по возрасту в группе риска. То, что помощь – дело добровольное, подтвердили и сами участники акции. Говорят, что волонтеры иногда заставляют работать. Вот я хочу признаться, что я со своим супругом давно зарегистрировалась на сайте добро.ру, и мы получили приглашение по электронной почте и решили поучаствовать в данном проекте. Ну и, честно говоря, переживала. Переживала относительно того, какая будет реакция у людей. Ну, пришли незнакомые люди с пакетами и настолько большое количество положительных эмоций получила. Напомним, первый этап проекта ЕАО «Территория действий» был направлен на поддержку жителей области возрастом от 65 лет. В течение нескольких недель люди этой категории получили пакеты с продуктами первой необходимости. Но это еще не все. Раздача наборов продолжается. Алена Шот, Кирилл Богаченко, Новости 21. Ограничительные мероприятия введены в онкологическом диспансере ЕАО в связи с напряженной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Сейчас медучреждение работает в плановом режиме, но с некоторыми ограничениями, которые прежде всего коснулись поликлинического и диагностического отделений. Мы ограничили прием пациентов, которые не имеют жалоб на онкологическое заболевание. Мы ограничили прием наших диспансерных пациентов, которые не имеют жалоб, а просто в назначенные сроки проводится им контрольное обследование с целью констатации факта отсутствия заболевания. Хирургические и химиотерапевтические стационары работают по обычному графику, однако посетить специалиста нужно без признаков ОРВИ. Прием к медику прекращен и для тех, кто находится в карантинной зоне. Пациенты с признаками онкологии, обострения заболевания или имеющие направление от другого врача могут без проблем обратиться за медицинской помощью. Диагностические обследования в учреждении проводятся по предварительной записи. Алена Шот, Андрей Терехин, Новости 21. Специальные защитные противовирусные костюмы стали использовать сотрудники скорой медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции в Еврейской автономной области. Они обеспечивают полную изоляцию врача, что сводит шанс инфицирования к минимуму. Эти костюмы были нами приобретены заранее для борьбы с особо опасными инфекциями. Сюда входит не только борьба с коронавирусом, но и они считаются как противочумные. Сибирская язва, здесь все особо опасные инфекции входят под этот раздел. Именно санитары скорой помощи первыми сталкиваются с инфекцией, зачастую не зная, что их ожидает на вызове. Поэтому для предотвращения заражения и обеспечения их безопасности каждый из сотрудников экстренной службы еженедельно сдает анализ на коронавирус. Бригада, которая доставляет пациента в инфекционную больницу, проходит там полную обработку. На базе инфекционной больницы их обрабатывают. Они там снимают защитные средства костюма, складывают в специальные пакеты, привозят нам их сюда, где проходит обработка в дальнейшем. И хотя медработникам такая экипировка непривычна, они все же отмечают, что вызвавшие их люди с пониманием относятся к подобным способам защиты. И если сначала такой вид может даже напугать, потом на смену страху приходит успокоение и понимание, что именно так можно максимально обезопасить врачей и больных. Андрей Кирюшин, Андрей Терехин, Новости 21. Более 72 миллионов рублей получит ЕАО на организацию питания учащихся первых четвертых классов. Средства выделены из федерального бюджета, согласно поручению президента России Владимира Путина. Глава государства еще в конце прошлого года заявил о необходимости обеспечить бесплатным питанием младших школьников до 2023 года. Сегодня готовится конкурсная документация. Мы собрали потребность в технологическом оборудовании со всех районов города. Они обозначили те школы, которых требуется обновить технологическое оборудование в пищеблоках. Ремонтные работы и закупка нового оборудования охватят около 40 образовательных учреждений автономии. Они смогут начать кормить ребят бесплатно уже с 1 сентября 2020 года. У каждой школы свои нужды. Где-то требуется полная замена оборудования. Где-то доработка самих помещений или закупка дополнительной посуды и инструментов. Я уже не говорю про косметический ремонт и так далее. Это уже нюансы, это уже тонкости. Мы это в любом случае каждый год и сами делаем в принципе. Но я думаю, что понятно, когда это будет делать профессионалы, это будет гораздо лучше, чем когда ты делаешь собственными силами. Ну и основной, на мой взгляд, немаловажный, если уже не основной, то уже немаловажный точный аспект, это приобретение необходимого оборудования. Средства на эти цели в автономию направлены в рамках программы «Единая субсидия». Всего около полутора миллиардов рублей. Их планируется потратить на строительство, ремонт и модернизацию социальных объектов. Кроме того, в связи с переходом на дистанционное обучение и за распространение коронавирусной инфекции, школьники автономии получают продуктовые наборы. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Андрей Кирюхин. Новости 21. Глава области Ростислав Гольштейн предложил проректору по учебно-методической работе Института повышения квалификации педагогических работников Наталье Кузьминой стать независимым экспертом в области образования. Такую инициативу он высказал на личной встрече, обсудив ряд вопросов, главным из которых стала реализация дистанционного обучения в образовательных учреждениях ЕО. Мы пришли к выводу о том, что есть две вещи, которые нам мешают развиваться и идти дальше. Это страх и лень. Но страх мы должны преодолеть, потому что мы просто оказались перед действительностью внедрения дистанционных технологий. А лень – не надо лениться. Нужно проводить так же уроки, как в обычной аудитории. Наталья Кузьмина в преддверии юбилея Победы высказала идею организовать среди школьников запись видеопоздравлений для ветеранов Второй мировой войны. Я предложила Ростиславу Эрнстовичу от формата конкурса отойти, чтобы не было жюри, которые будут оценивать работы ребят. Общаясь со своим старшеклассником, сыном, он мне сказал, мам, любому ветерану будет приятно просто внимание, просто поздравление, вне зависимости от того, насколько качественно запись произведена. Глава области Ростислав Гольштейн поддержал идею Натали Кузьминой организовать онлайн-уроки от ведущих деятелей в сфере культуры. Дарья Куприна, Павел Славин, Новости 21. Внимание! Дезинфекция воздуха и поверхностей в помещениях инновационным французским аппаратом. Облако сухого тумана уничтожает 99,9% вирусов, бактерий и грибков. Безопасно для человека и интерьера. Сохрани здоровье. Звони 8-964-826-11-11. Суп, бутерброды, экзотики бы какой-нибудь. Точно! Доставка еды от китайского ресторана Блэк Лофт. Кальмары в сухарях, ребра в кисло-сладком соусе и, конечно же, салат Харбин. Звони в Блэк Лофт и мы доставим. 8-924-317-88-88. Чем порадовать себя и близких? Подскажет «Зеленая лавка». Свежая зелень и овощи, экзотические фрукты, ароматные специи и орехи из разных стран. А еще соки и сладости к вашему столу. «Зеленая лавка» Димитра 18. «Империя Моторс» – один из крупнейших автосалонов по продаже автомобилей с пробегом на Дальнем Востоке. Предлагает вам быструю комиссионную продажу автомобиля, моментальный выкуп автомобиля, а также автообмен. Автосалон «Империя Моторс». Реальные автомобили по реальным ценам. Телефон 900-39. Собственное производство из свежайших ингредиентов от сети магазинов «Корзинка». Вареники с капустой, картошкой, печенью и салом, мясные и рыбные пельмени, манты, сырники и котлеты, аппетитный обед и сытный ужин. Корзинка. Купить легко, шагать недалеко. «Электрика и сантехника» в магазине «Электромир» на Держинского 13. Канализация, электрощетчики, короба, смесители, вентиляция. В общем, все, что нужно. «Электромир» Держинского 13. Почему вы выбираете «Флагман Амур»? Очень удобно. Посылки приходят точно в срок. С этой компанией я уверен в сохранности груза. Я сижу с ребенком, и поэтому это удобно, что могут прийти и забрать посылку прямо из дома и доставить по нужному адресу. «Флагман Амур». Быстро. Надежно. По всей России. Каждый день в магазинах «Корзинка» к 12 часам дня свежая кулинария. Более 70 блюд, готовых обедов и салатов собственного производства. Зачем готовить самому? Покупай в «Корзинке». «Корзинка» купить легко, шагать недалеко. Заказывай сет «Маки Микс» в службе доставки роллов «Дракон». 20 роллов всего за 500 рублей. Имбирь, васаби, соевый соус, палочки, а главное, доставка бесплатна. Звони в 937-9. Хочу я новый телефон. А мне бы машину на ремонт. А я бы съездила в Анапу. Вам поможет «Нордфинанс». Офисы во многих городах и поселках Дальнего Востока. Бесплатная горячая линия. 8 800 222 90 55. Займы «Нордфинанс». Вас разделяют расстояния. И вот уж не хватает слов. Отправьте тихое признание на чутких лепестках цветов. Цветочный салон «Вероника». Доставка букетов по России и за рубеж. Телефон 75105. Предприятию на работу требуется мастер строительных и монтажных работ. Приоритет мастеру с опытом работы по укладке асфальтобетона. Оплата труда высокая. Полный социальный пакет. Официальное трудоустройство. Справки по телефону 8 964 479 225. Дистанционно в этом году пройдет празднование Дня Победы. Многие акции, приуроченные к празднику, проведут онлайн в связи с запретом на проведение культурно-массовых мероприятий. О праздновании юбилея Победы в условиях самоизоляции рассказал в эфире Авторадио Биробиджан, председатель областного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Григорий Эстрин. Сегодняшняя обстановка и режим самоизоляции перенес наши все мероприятия в режим, как сейчас модно говорить, онлайн. То есть мы не отменяли праздничные мероприятия, мы не закрывали наши программы, мы не закрывали наши акции, просто перенесли их в режим онлайн с помощью наших волонтеров. Как отмечалось ранее, президент Владимир Путин перенес празднование Дня Победы на более поздний срок и отметил, что все запланированные мероприятия проведут в течение года. Но есть и те, провести которые получится и 9 мая, но дистанционно. Акция «Бессмертный полк», к которой смогут присоединиться все желающие, также в этом году пройдет онлайн. 9 мая в 18 часов во всех окнах нашего города, во всех окнах области будут выставлены портреты, с которыми ходят на «Бессмертный полк». Портреты дедушек, портреты бабушек, портреты погибших, умерших, то есть всех тех дорогих нашему сердцу людей, с которыми мы шествуем в колонии. Кроме того, всем жителям области вместе с демонстрацией фотографий предлагается включить песню «День Победы», которая и является символом этого великого праздника. Полную запись эфира с Григорием Эстриным на авторадио Биробиджан смотрите на сайте reabir.ru. Игорь Сукачев, Андрей Терехин, Новости 21. Более 40 продуктовых наборов раздали волонтеры нуждающимся людям. Всероссийская акция «Тележка добра», реализуемая в рамках проекта «Мы вместе» продолжается на территории автономии. Во время социального мероприятия волонтеры передают инвалидам, многодетным и малообеспеченным семьям продукты, собранные горожанами в торговых точках города. Эта акция «Тележка добра» началась совсем недавно, но уже тележки полны. То есть люди очень здорово помогают своим землякам. Масло, сахар, крупы, чай, вот то, что долго хранится, в этих тележках собирается. И наши волонтеры передают тем, кому они особенно нужны. Тележки и корзины для помощи установлены в таких магазинах и супермаркетах, как «Пенсионер» и «Шан». «Идеал», «Корзинка» – всего в акции участвуют более 30 торговых точек. Напомним, каждый может оказать посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Кроме того, действует телефон горячей линии 8 800 234 11 по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам, приобретении и доставке продуктов питания, лекарств и оплате услуг ЖКХ. Ольга Тимченко, Алена Шот, Кирилл Богаченко, Новости 21. В преддверии 75-летнего юбилея Победы по инициативе прокурора ЕО Заурбека Джанхотова установили пять картин возле здания областной прокуратуры. Четыре из них с портретами ветеранов. Примерно в течение месяца коллектив готовил изображения, на которых представлены наши земляки – бывшие работники подразделения. Пока вот такие четыре фотографии, чтобы люди вспомнили. Конечно, мы гордимся всеми ветеранами, кто воевал, кто в тылу ковал победу. Но это конкретно те люди, которые работали в органах прокуратуры 43-46 года. Разумеется, ветеранов Великой Отечественной войны, работавших в прокуратуре области, намного больше. Однако установить данные о тех, кто трудился в подразделении в те далекие годы, нелегко. Сведений о них сохранилось мало, призналась Галина Кириллова. Помощь в сборе материалов и фотодокументов оказали родственники. Сотрудники прокуратуры надеются, что портреты ветеранов станут напоминанием и о тех, чьи имена остались неизвестны. Алена Шот, Кирилл Богаченко, Новости 21. Мультимедийный образовательный проект «Моя школа онлайн» стартует в эфире общественного телевидения России. С 27 апреля выпускники 9-11 классов смогут готовиться к экзаменам с помощью видеоуроков, которые будут выходить с 10 утра до 13.00. Упор в проекте «Моя школа онлайн» сделают на два обязательных к сдаче на ЕГЭ и ОГЭ предмета – русский язык и математику. Сначала это будут занятия для выпускных классов, а позже и для всех остальных. Лучшие педагоги России будут передавать вам знания, а телеканал ОТР доступен в каждом доме на кнопке номер 9. Темы 30-минутных уроков подобраны в соответствии со школьной программой. А расписание занятий и все видеоуроки проекта дублируются на портале «Российская электронная школа» и на сайте канала ОТР. В этом году к сдаче выпускных экзаменов готовятся около 2 миллионов школьников. А с учетом того, что зрителями станут и другие возрастные группы, общая аудитория может превысить 5 миллионов человек. Андрей Кирюшин, Павел Славин, Новости 21. Более 5000 медицинских масок, 100 продуктовых наборов и многоразовые маски собственного изготовления направило нуждающимся жителям Еврейской автономной области Биробиджанское отделение Сбербанка. Руководство учреждения надеется, что эти меры поддержки найдут адресатов и пригодятся им в это нелегкое для всех время. Комитет социальной защиты населения области заверил, что направит гуманитарную помощь всем, кто находится в категории нуждающихся. Сегодня мы поддерживаем наши традиционные мероприятия по взаимодействию с управлением социальной защиты. Мы осуществили передачу многоразовых масок, пошитые силами наших волонтеров, нашего биробиджанского отделения. И дополнительно еще передали продуктовые наборы для малоимущего населения. Волонтеры биробиджанского отделения Сбербанка присоединились к волонтерской группе по раздаче населению гуманитарной помощи. Сегодня они посетили новые адреса, где проживают семьи, нуждающиеся в поддержке. Ольга Тимченко, Богдан Патрин, Новости 21. Здравствуйте, с новостями бизнеса. Вячеслав Позбонин. Натуральные, выдержанные, полезные, твердые и мягкие сыры в широком ассортименте представлены в супермаркете «Шан». Сегодня, например, на пике популярности сыры из Белоруссии. Твердые и полутвердые сыры марки «Милдар» сохранили все питательные элементы, витамины и минералы. Отметим атлет «Тойду» – диетический сыр. 20% жирности, при этом в нем содержится вся группа витаминов В, витамины А, С, П, В и Е. Постоянно здесь беру белорусские сыры. Мне нравятся, потому что, во-первых, упаковка, во-вторых, это точно по коду Беларусь. Ну и качество хорошее. Также представлена линейка авторских коллекций сыров «Кабош» – сыры терпеливого созревания из Великих Лук Псковской области. Каждый сыр уникален и неповторим, как отпечаток пальца. Широкий ассортимент сыров доступен во всей сети супермаркетов «Шан», «Пенсионер» и «Бридер». Кроме того, здесь проводится огромное количество акций на сыры. Подробности уточняйте в соцсетях на страничках «ТД Бридер». А вы любите ходить в гости? Мы очень. И сегодня мы отправляемся не просто в гости, а к новоселам, которые выбрали одну из самых ярких и современных новостроек Биробиджана – Невский квартал. Ну что, поехали? Пока мы едем к нашим новоселам на улицу Широкую, в нескольких словах расскажем о самом комплексе. Хотя, наверное, уже многие жители города видели его или уж во всяком случае слышали о нем. Почему? Да потому что на общем фоне зданий Биробиджана эти шесть домов выделяются своими солнечными фасадами и эффектной архитектурой. Составить мнение об уровне комфорта мы можем, лишь зайдя на территорию жилищного комплекса. Она благоустроена, огорожена и находится под охраной. Это особенно важно для жильцов с детьми. А таких, кстати, здесь хватает. Вообще, проект оказался очень популярен среди биробиджанцев благодаря своей концепции «современное и комфортабельное жилье за разумные деньги». Поэтому неудивительно, что за короткий срок большая часть квартир, около 75%, обрела своих хозяев. Добавил популярности новому жилому комплексу и конкурс, который проводился совсем недавно. Среди жителей ЕО разыгрывали телевизор, ноутбук и телефон. И жители Биробиджана могли убедиться, что здесь действительно все по-честному. Вот так Невский квартал выглядит снаружи. Интересно, что же там внутри? Тогда заходим. Непривычно, но весьма приятно для жильцов, что на этаже расположена всего одна, максимум две квартиры. Приобретали мы в середине сентября, сделку заключали. Выбирал даже не я с супругой ездил, а смотрел, а сам был на работе. Ну, как бы цена привлекла в первую очередь. И нужно было быстро, в принципе, приобрести, чтобы в течение месяца буквально заехать. Поэтому сделали быстренько ремонт и заехали. Мы в октябре, где-то порядка 10-20 числа. Удобное расположение. Рядом магазины, институт, скоро дети подрастут. Школа также снимаешь. В седьмую школу ходим. Детский сад. Ну, как бы инфраструктура близко все. И как бы тихо, спокойно, дорожная территория. Хотите, чтобы этот жилой комплекс на улице Широкой стал и вашим домом? Тогда поспешите в офис продаж. Осталось всего несколько очень просторных и удобных трехкомнатных квартир по привлекательным ценам. Новый современный жилой комплекс «Невский квартал» на улице Широкой. Высокое качество строительства. Огороженная охраняемая территория. От студии до таунхауса. Квартиры от 490 тысяч рублей. Дома сданы. Сайт невкв.ру Большое разнообразие вкуснейших, ароматных, натуральных витаминов со всего мира. Магазин «Зеленая лавка» продолжает удивлять покупателей внушительным ассортиментом овощей, фруктов и ягод. Сегодня биробиджанцам доступны сочные свежие ягоды. Голубика, малина, физалис и клубника. В наличии дыни и арбузы. Широкий выбор пряных трав и зелени. Отличный набор для поддержки здоровья в этот непростой период. Разумеется, новый режим внес свои коррективы в свободное посещение гражданами торговых точек. Магазин «Зеленая лавка» предлагает покупателям позвонить по номеру телефона, выбрать товар и заказать доставку на дом. В нашем магазине действует доставка по городу от тысячи рублей бесплатно. Так что звоните в любое время и мы для своих покупателей привезем, доставим. Орехи, сухофрукты, восточные сладости, экзотические фрукты, тепличные огурцы и помидоры самых разных сортов, пряности и даже соленья. Магазин «Зеленая лавка» продолжает пополнять свой ассортимент для того, чтобы жители города и области смогли насладиться натуральной продукцией и попробовать новые лакомства, прибывшие в Биробиджан из разных уголков земного шара. Ольга Тимченко, Богдан Патрин, Новости 21.